МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Вовремя». 19 июня – день, который 21 год назад разделил судьбы сотен преднестровцев на до и после. О сраженных событиях лета 92-го сегодня скорбит вся республика. Сегодня 19 июня – день памяти жертв бендерской трагедии. За 44 дня именно столько длилась война. Беженцами стали около 80 тысяч жителей Бендер. Более 600 человек было ранено, 489 погибли. Город был разрушен. Тех, кто отстаивал свое право на свободу, кто ценой собственной жизни защищал родную землю, вспоминают сегодня со слезами и вечной благодарностью в сердцах. Шествие по дороге памяти в Бендерах. С нее традиционно начинается череда мероприятий, посвященных дню бендерской трагедии. Глава государства, правительства, защитники Приднестровья и те, кто помнит события кровавого лета 92-го, сегодня отдают дань погибшим. Несмотря на то, что начало шествия было назначено на без 28 утра, у здания гурсовета люди собрались задолго до указанного времени. Среди защитников и Виктор Николаевич. Он рассказал, что принимал участие в боевых действиях с первого дня. Держал оборону в центре, здесь же потерял друзей и близких. Во-первых, вспоминаю своих братьев, которые погибли. Один 20-го здесь во дворе в школе бокса. И второй погиб на 1-майской 29-го. И многие ребята, которые ушли сейчас живые, которые участвуют были, не дожили до всего всего дня. В назначенное время под барабанный бой колонна выдвинулась от гурсовета к мемориалу памяти и скорби. Возглавил шествие президент Евгений Шевчук. Дорога памяти так называют этот отрезок улицы Суворова от перекрестка Ленина до памятника БМП. Несколько кварталов к мемориалу памяти и скорби сегодня можно пройти за 15 минут. А тогда в 92-м многим из этой колонны приходилось преодолевать это расстояние за несколько суток. Все дело в том, что на крышах сидели снайперы и стреляли во все, что движется. Дорога памяти – особая дорога. Согласно истории, на ней ждали опоновцев, прорывавшихся с Кишиневского направления. Об их зверствах и сегодня защитник Приднестровья Борис Николаевич не может вспомнить без содрогания. Как они шли сюда, взорвали здесь БТР, взорвали людей, там сколько подстреляли возле БТР. Очень много погибло. Трубы, тресератор был полный напит трупами. Гранатометы не расстреливали людей. Но есть и хорошая сторона этой дороги. На ней защитники Бендер встречали своих боевых товарищей и российских десантников, проходивших через мост со стороны Тирасполя. Александр Кожухарь, Дмитрий Дьяков, Первый Поднестровский телеканал. Мемориал памяти и скорби был открыт ровно через год после Бендерской трагедии. Тогда же была установлена на постамент боевая машина пехоты. Ее экипаж погиб 22 июня 92-го при штурме здания городского отдела полиции. В 1995-м появилась вторая часть мемориала – памятник в виде часовни. Чуть позже были установлены гранитные плиты с именами погибших освободителей. Именно сюда возложить цветы и поклониться памяти погибших сегодня пришли сотни людей. Уважаемые приднестровцы, дорогие бендерчане. Более 20 лет прошло с тех пор, как здесь, в Бендерах, произошла трагедия. Более 20 лет мы вспоминаем наших родных, близких, знакомых, всех тех, кто с оружием стал на защиту своего родного края. Город Бендеры попал в свое время в окружение. И сложно представить мужество тех людей, любовь великую к родине, которая подвинула их выйти на защиту своего родного дома. Я предлагаю вспомнить минуты молчания всех тех, кто погиб в боях, защищая свой родной край. Вечная память погибшим. Я желаю от лица полноты православной церкви Террасской Дубоссарской епархии всем вам, уважаемые жители города Бендер, и не только вам, но и всем нам, жителям Приднестровья, чтобы Господь сохранял нас в мире, чтобы небо наше было мирным. А тем, кто положил жизнь свою, мы сегодня вновь и вновь, воздыхая о них, говорим, желая и явим Царствие Небесное и Вечной Памяти. События 1992 года, по моему мнению, сыграли коренную или главную роль в истории Приднестровья. Фактически, эта дата стала переломным моментом, после которой Приднестровья выбрала единственный возможный путь развития. Это путь к суверенитету, к самостоятельному строению своего государства и к самостоятельному экономическому, политическому и так далее развитию. Страшное время, конечно, было. Как вспоминаешь, как летели. Да, я вечером смотрела, как летели эти галубицы на город, Бендеры один. Страх был, знаете, казалось, что город снесутся с земли. А эти ночи, когда говорили, что город сдали, то не сдали. Я сама бендерчанка, и у меня мама здесь в городе была, сестра, брат все здесь были. Короче говоря, покинуть город, все равно, что предать его было невозможно. Конечно, была паника, это было все неожиданно так. Ну, больно и страшно. Субтитры создавал DimaTorzok